Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Самара продолжает готовиться к пляжному сезону. На берег завозят теневые навесы, буйки, урны, в раздевалках устанавливают поручни для маломобильных граждан. В регионе стартовал турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом». На открытие побывала наша съемочная группа. Правительство России рассмотрит вопрос замещения парка такси и каршеринга автомобилями российской сборки. Соответствующее поручение Кабинету министров дал президент России Владимир Путин. Ранее с такой инициативой выступал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он же занимался ее проработкой вместе с Советом Федерации и АвтоВАЗом. По словам Дмитрия Азарова, огромный классер отечественного автопрома получит поддержку благодаря такому решению. Это защита отечественного производителя и создание новых рабочих мест. За последние полгода это уже третья инициатива самарского губернатора, поддержанная главой государства. Ранее поддержку нашли идеи о льготном кредитовании при покупке машин отечественного производства и по созданию важнейшего для российской промышленности производства кластера беспилотной авиации в Самарской области. Жители Самары сделали свой выбор. В следующем году на средства федеральной программы формирования комфортной городской среды в областной столице благоустроят три крупных общественных пространства. Рейтинговое голосование завершилось 31 мая и специалисты подвели итоги. Самара оказалась в тройке по численности жителей в России, отдавших свой голос. Какие пространства стали победителями, узнал Михаил Ермоленко. В администрации Самары подвели итоги традиционного голосования за объекта благоустройства по федеральной программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году из 20 территорий самарцы выбрали три. Абсолютным лидером стал парк «Воронежские озера», набравший более 26 тысяч голосов. Его третью очередь начнут благоустраивать уже в следующем году. Самара традиционно занимает лидирующие позиции Российской Федерации. Мы третий город по численности людей, принявших участие в голосовании. У нас проголосовало более 214 тысяч человек, за что огромное спасибо нашим жителям. От их активности действительно очень многое зависит. На втором месте по количеству голосов парк «Молодежный». Там в следующем году тоже будут благоустраивать третью очередь. Также в тройке лидеров бульвар на улице Чернореченской. Совсем недавно в этой части города начали восстанавливать кинотеатр «Россия». Жители посчитали, что пространство бульвара требует преображения, чтобы композиция стала завершенной. Во время подведения итогов голосования в администрации Самары особо отметили роль волонтеров, которые помогали организовать процесс и разъясняли жителям содержание предлагаемых проектов. В этом году ежедневно на территории города в среднем трудились 177 добровольцев. Принято решение наградить самых активных. Одним из подарков станут специальные электронные баллы от тысячи до трех тысяч. От проекта «Другое дело». Данный проект существует в формате приложения в социальной сети ВКонтакте, где за различные активности можно получить баллы и тратить их на билеты, на выставки, шоу, на обучение, стажировки и экскурсионные поездки, а также на различные встречи с федеральными экспертами в различных областях. Теперь жителям районов-победителей предстоит выбрать дизайн-проекты будущих пространств. Обсуждения пройдут в ближайшее время. Благоустройство городов в приоритете у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Это имидж региона в целом. Повысить привлекательность Самарской области, сделать города комфортными и удобными и для местного населения, а также для туристов такую задачу ставит перед органами власти глава региона. Достигать целей помогают в том числе национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов и Игорь Казановский. События. Увидеть хорошее и светлое в привычных вещах, рассказать о городских событиях душевной с добротой. В Самаре подвели итоги 12-го форума, социальные рекламы и общественных инициатив «Добрые новости». По ВКС к участникам форума обратился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он сказал, что в непростое время важна консолидация общества вокруг вечных ценностей. В этом году члены жюри рассмотрели более 700 заявок. Журналисты, блогеры, пиар-специалисты, СММ-менеджеры присылали аудиоролики, телевизионные сюжеты, социальную рекламу. У телеканала «Самары ГИС» три награды. Журналист Инесса Панченко победила в номинации «Лучшая социальная программа» с передачей «Обернитесь». Ответственный редактор Виктория Шарая в номинации «Лучший социальный сюжет в электронных СМИ» одержала победу, с сюжетом связала счастье своими руками. Джар-менеджер Анатолий Головко в номинации «Лучший социальный ролик». У телеканала «Самары ГИС» много социальных проектов, созданных про людей и для людей. Это проекты «Право на маму», «Обернитесь», «Зоопатруль», «Звоните доктору», «Разговор по душам». Городской фестиваль детского творчества «Подснежник» отметил 25-летний юбилей. Заключительный концерт, на котором наградили лауреатов, прошел в Доме культуры «Заря». Ребят поздравили глава «Самары» Елена Лапушкина, депутаты городской думы, власти города и заслуженные педагоги столицы региона. В этом году зрители фестиваля порадовали 100 детей-лауреатов. Они представили яркие концертные номера и поделки декоративно-прикладного творчества. С юными дарованиями познакомились наши корреспонденты. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Не умеет наша кошка лаять, прошлогодний снег не может летом таять. Троняшкам Варваре, Анастасии и Екатерине всего 9, но они уже вокалистки большой сцены. Сестренки рассуждают по-взрослому и знают о том, кто такой настоящий артист. Певец, который будет известный и будет выходить на всякие большие сцены, чтобы его узнавали. Участницы образцового вокального ансамбля «Смайл» Центра детского творчества «Металлург» стали лауреатами юбилейного 25-го фестиваля «Подснежник». Вместе с сестрами Мельниковыми звание лауреатов получили 100 юных дарований. На заключительном концерте, который прошел в Доме культуры «Заря», ребята представили яркие концертные номера и поделки декоративно-прикладного творчества. Вы видите различные поделки, вы видите различные рисунки. Делают они это вместе со своими родителями, мамами, папами, бабушками, дедушками. Делают своими руками от всей души. Ну и плюс, конечно, это прекрасные коллективы, да, это и танцы, это и песни, это и музыкальные номера. Для зрителей, которые пришли в Дом культуры «Заря» на заключительный концерт, приготовили сюрприз. На сцену поднялись дети лауреатов фестиваля прошлых лет. Со своими детьми, учениками и яркими номерами. За 25 лет существования городского фестиваля детского творчества «Подснежник» в нем приняли участие почти 50 тысяч ребят. Около трех тысяч стали лауреатами. Поздравления со сцены Дома культуры прозвучали от главы Самары Елены Лапушкиной, представителей городского департамента опеки, депутатов городской думы и педагогов. Глава города отметила, что особое внимание развитию детского творчества уделяет губернатор региона Дмитрий Азаров. Своей стороны Дмитрий Азаров сделал очень многое для того, чтобы талант каждого ребенка получил развитие. Я хочу пожелать всем добра и мира. И хочу пожелать, что ваше творчество как раз и учило этот мир становиться лучше и добрее. Конечно, здоровья, всего самого-самого доброго. Городской фестиваль детского творчества «Подснежник» проводится в нашем городе с 1998 года. Его целью является выявление и поддержка талантливых детей-сирот, ребят, оставшихся без попечения родителей, а также детей из многодетных и неполных семей. Многие творческие коллективы, участники фестиваля являются лауреатами и победителями всероссийских и международных конкурсов. А некоторые дети связали свою жизнь с творчеством, став педагогами по вокалу, хореографии, танцам и художественному слову. Лучшим из них сегодня вручили благодарственные письма от главы города, а лауреатам – дипломы. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Книги «Безграничные источники мудрости и знаний» в Октябрьском районе Самары прошла акция по сбору гуманитарной помощи для жителей Луганской народной республики «Передай книгу». Депутаты Самарской городской думы приняли участие в этой акции, а подробности расскажет Александра Гусева. Чтение хороших книг – ключ к пониманию жизни. В Октябрьском районе провели акцию по сбору гуманитарной помощи для жителей Сватова Луганской народной республики «Передай книгу». Совершенно очевидно, что освобожденные территории Луганской и Донецкой народной республики, Запорожье и Херсона нуждаются в правильной литературе, в правильной истории. Поэтому акцию, которую сегодня проводят волонтеры, она крайне востребована и крайне будет положительна для жителей Луганской народной республики. Участие в сборе гуманитарной помощи приняли более 250 волонтеров. К акции присоединились и депутаты Самарской городской думы, собрав десятки произведений. В их числе оказалась и книга, изданная думой «Разгром Наполеона». Иллюстрации к ней нарисованы учениками художественных школ Самары и Донецка. «Сюжет книги говорится о том, что мир прекрасен во всех его красках, но очень крупных. И что когда на нашу страну, как и сейчас в очередной раз, пошли полчаса захватчиков, которые хотят поработить, уничтожить нас, нашу культуру, народ всегда объединялся в единый кулак. Когда мы вместе, мы непобедимы». После торжественной части участники акции погрузили коробки, наполненные книгами. Жители Сватова смогут их прочесть уже в ближайшее время. Александра Гусева, Николай Сидоров. События. Установили ограничительные буйки, урны для мусора и деревянные раздевалки. В Самаре продолжают обустраивать городские пляжи для любителей летнего отдыха. В этом году появились новинки, какие расскажет наш корреспондент Ксения Баканова. Самарские пляжи продолжают готовить к новому купальному сезону. Желающих позагорать пока маловато. Поэтому лучи летнего солнца достаются рыжим буйкам. Целая армия выстроилась дружно в ряд. Ко дну они закрепляются при помощи троса и якоря. Такие поплавки определяют границы территории, где купаться безопасно для отдыхающих. А для водного транспорта это своеобразный знак. Заплывать за буйки строго запрещено. Территория для отдыха маломобильных граждан, доступный пляж, преображается на глазах. Рабочие начали устанавливать урны для мусора. К настоящему времени также имеется настил для спуска к воде. В этом году без новинок не обошлось. Завезли обновленные деревянные кабины для переодевания. Внутри конструкции оснащены удобными поручнями и крючками для одежды. Меня полностью устраивает обустройство. Кабинки, крючки, место. Все устраивает. Набережная хороша. Чистенько почти каждый год привозят песок. Растолкали, весь мусор убрали. Я тут рядом живу, поэтому я уже это знаю. Нормально. Если отдыхать, то с комфортом. Для жителей также уже начали устанавливать новые теневые навесы двух размеров. Под ними можно будет спасаться от изнуряющей жары. Всего смонтируют 15 теневых навесов с тентами, включая зоны доступный пляж и пляжи на территории Кировского района. Не секрет, что не во всех пляжах имеется зона озеленения, где можно прижать в тени. И, соответственно, для тех граждан, которые не любят лежать на открытом солнце, либо предпочитают действительно принимать только воздушные ванны и не загорать, то они могут разместиться под этим навесом. Напомним, что ранее глава Самары Елена Лапушкина обозначила необходимость модернизации пляжей и поручила профильному городскому департаменту и МАУ «Самарская набережная» сформировать общую стилистическую концепцию для таких зон отдыха. С участием специалистов управления главного архитектора города было определено оформление для раздевалок, зонтов, навесов, лавочек. Согласно этому решению, подрядчик организовал работы по покраске имеющихся элементов благоустройства. По просьбе жителей города в местах, предназначенных для мытья ног, с этого года будут еще и поручни. Готовят и информационные щиты с защитным антимандальным покрытием. При условии благоприятной погоды с основным объемом работ по оборудованию пляжей планируют справиться к концу текущей недели. Приблизить пляжный сезон можно уже сейчас, любуясь красотами Волги, прогуливаясь по песку и отдыхая на набережной. Уже совсем скоро, с 10 июня, профессиональные спасатели будут наблюдать за отдыхающими. Ксения Баканова, Константин Головин, Игорь Казановский. События. В Самарской области число госпитализированных с отравлением сидром выросло с 15 до 16 человек, сообщает областной Минздрав. В том числе трое находятся в тяжелом состоянии. Состояние 12 пациентов оценивается как средней степени тяжести. Напоминаем симптомы острого отравления. Тошнота, рвота, пониженное или повышенное давление, нарушение зрения. Если вы употребили напитки мистер Сидор, незамедлительно обратитесь в медицинское учреждение. А если вы стали свидетелем продажи алкогольного напитка мистер Сидор, просьба сообщить об этом в ближайший отдел полиции либо по телефону, указанному на экране 8 846 278 22 22. Тем временем в областном Минпромторге опровергли появившуюся в некоторых СМИ информацию о том, что продукции мистер Сидор присваивали символику самарский продукт. Это не соответствует действительности, рассказал глава областного ведомства Андрей Шамин. Никогда предприниматель Гусейнов не обращался в Минпромторг. Никогда его заявлений на выдачу региональной символики самарский продукт Минпромторг не рассматривал. И, соответственно, никогда сертификатную продукцию Анди Минпромторг не выдавал ни на Сидор, ни на какую-либо другую продукцию. СМИ компания Гусейнова-Анди прозвучала в привязке с общественно-сограниченной ответственностью ВАРКа. В этой связи разъясняем, обе компании действительно располагались по одному адресу, но это разные юридические лица. Знак «Самарский продукт» был выдан общественно-сограниченной ответственностью ВАРКа на пиво. Данное пиво имеет декларацию о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза, выданную 30 декабря 2020 года сроком на 5 лет. Ситуация, связанная с массовым отравлением алкогольной продукции жителей Самарской области и соседних регионов, находится в центре внимания всех уровней власти. В свою очередь, администрация Самары проводит плановую работу по выявлению недобросовестных предпринимателей, демонтажу и вывозу незаконных объектов потреб рынка. В планах администрации до конца года ликвидировать все такие объекты. Сегодня за процессом вывоза одного из таких объектов в Кировском районе Самары наблюдала наша съемочная группа. Подробнее расскажет Галина Топилина. Жительницы Кировского района Олевтини Черниковой часто приходится пользоваться общественным транспортом. Ожидание автобуса на остановке универсам орбита оборачивается мукой. Причина тому – нетрезвые люди, которые собираются у остановки, рассказывает Олевтина Ивановна. Во избежание неприятных инцидентов приходится ходить на другую остановку. Жители уверены – все дело в ларьке, который находится рядом. Тот товар, который выставлен на витрине киоска, не соответствует тому, что на самом деле реализует предприниматель. Поэтому новость о том, что этот ларек будет демонтирован, встретили с воодушевлением. Этому событию мы очень рады. Счастье безмерное просто. Я считаю, что мы сейчас, наверное, увидим здесь и цветы на газонах, и нормальные улюбающие люди, которые будут стоять на остановке. У предпринимателя не было лицензии на реализацию алкогольной продукции. Департамент управления имуществом принял решение расторгнуть с предпринимателем договор аренды земельного участка под этим киоском. Обязал освободить землю и вернуть ее городу. Бездействие предпринимателя привело стороны сделки в суд. На сегодняшний день есть вступившие в законную силу решения суда об освобождении земельного участка под киоском. Сегодня здесь собрались представители Департамента управления имуществом, глава Кировского внутригородского района, сотрудники полиции, сам предприниматель и жители близлежащих домов. Вся продукция опечатана, а сам киоск отправился на хранение на спецстоянку. По словам главы Кировского внутригородского района Игоря Рудакова, все выявленные несанкционированные торговые объекты в районе ликвидируются, и работа по выявлению новых таких объектов будет продолжена. В Кировском районе на сегодняшний день достаточно большая работа провела по расторжению договоров и демонтажу незаконно установленных объектов, которые осуществляют торговые деятельности. Мы зачистили полностью бульвар Металлургов, улицу Победа, то есть там убрана практически вся торговля незаконная, включая лоточную. Работа по выявлению и ликвидации несанкционированных торговых объектов проводится в каждом районе Самары. Все незаконные торговые объекты возникают стихийно, самовольно, без какой-либо разрешительной документации. Вывозом занимаются районы, есть свой график, и график они придерживаются. В администрации города напоминают, что объекты потребительского рынка, не имеющие право устанавливающих документов на земельные участки, являются несанкционированными и должны быть вывезены. Галина Топилина, Григорий Плешаков, События. Под Самарой в Кенельском районе области работает военно-патриотический музей «Гвардейцы». Открыли его два летчика спортивной авиации на базе авиаклуба. Технику и вооружение они собирают сами. На площадке побывала и съемочная группа событий. Мина закладывается в ствол, на капсюль накалывается, полетела. Сергей Бирюков рассказывает гостям историко-патриотического музея «Гвардейцы» о каждом экспонате. На площадке под открытым небом военная бронетехника, пушки, пулеметы и минометы, истребители и вертолеты. Часть экспонатов когда-то использовалась в реальных боевых действиях. Два бронестекла, там видно отметины от пуль. Этот воевал в Афганистане. Сначала Сергей Бирюков вместе с партнером построили аэродром под спортивную авиацию, на котором тренируются летчики. Затем пришла идея здесь же открыть военно-патриотический музей. Техника доставалась по-разному. Какие-то образцы я менял. Например, вот этот истребитель МиГ-21 я поменял на БТР. А БТР, в свою очередь, я привез из Минска, у батьки выкупил демилитаризованный. Все где что приходится. Посетить музей «Гвардейцы», который находится в Кенельском районе области, может любой желающий. Вход на площадку свободный. А вот экскурсии, полеты и катания на бронетехнике нужно заказывать заранее. По мнению военного летчика Александра Калмыкова, который по просьбе владельцев музея иногда демонстрирует посетителям фигуры высшего пилотажа, нужно возрождать клубы, подобные досав. Надо воспитывать основную любовь к родине и патриотизм. Это самое главное. Почаще надо, чтобы люди могли спокойно прийти и учиться, и уметь летать, и наслаждаться этой профессией. На площадке музея регулярно проводятся патриотические мероприятия. А бронетехника участвует в военных парадах. Андрей Бессонов, Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. На этой неделе все любители словесности отметили День русского языка и День рождения солнца русской поэзии. 224 года назад появился на свет Александр Сергеевич Пушкин, которого принято считать основоположником русского литературного языка. У памятника Пушкину в одноименном сквере собрались почитатели. Таланты гения Ксения Баканова продолжит тему. Белка песенки поет и орешки все грызет. А орешки непростые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд. Его произведения объединяют людей всех возрастов и переводятся на десятки языков мира. Сегодня День рождения отмечает великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Священный сладостный обман души волшебное светило. Оно сокрылось, изменило. Храни меня, мой талисман. Его стихи знают наизусть, а отрывки из сказок расходятся на цитаты. Самарская поэтесса Наталья Ростова читает произведение «Храни меня, мой талисман». Автор наделяет перстень, врученный ему любимой женщиной, волшебной силой. Для него это своеобразный оберег от разных жизненных невзгод, рассказывает женщина. Александр Сергеевич был достаточно своеверным человеком. У него было много примет, которые он сам придумал. И были приметы, в которые он верил. Одной из них был перстень, который он всегда носил на руке. Это был его талисман. И очень эмоциональные, живые стихи он посвятил ему. В одноименном сквере собрались настоящие почитатели таланта Александра Пушкина. Совсем юные читают всем знакомое с детства у лукоморья дуб зеленый. Гости постарше тоже не отстают. Взрослые кто во что гораст. Кто во что гораст. Кто-то помнит из своей юности и молодости стихи читает. А кто-то находит у Пушкина новые стихи какие-то, близкие, более близкие его возрасту. Так что самые разнообразные стихи и о природе, и о жизни, и о смерти, и о том, что Пушкин пророк, и памятник воздвиг нерукотворный. Это обязательно 6 июня читают. На празднике творчество не только литературное. С пушкинским вдохновением гости вальсируют в танце и мастерят поделки. А еще осваивают искусство каллиграфии. Писать гусиным пером не так-то просто, как привычной шариковой ручкой. Сильно не нажимай. Легонечко. Давай «Н». Так. «И». «И». «Я». А для тех, кто хочет узнать свою судьбу, организаторы придумали гадания по сказкам Пушкина. И эта площадка особенно полюбилась гостям. Выбирают интересующую их страницу. И по этой странице, по определенной строчке, я расшифровываю им послание. Это гадание получается. И, как правило, оно попадает прямо в цель. Всего несколько нехитрых действий, и ты уже знаешь, что тебя ждет впереди. При честном, при всем народе, посадули, в огороде. Это говорит о том, что вы человек, который любит быть в центре внимания постоянно. Который постоянно у всех на виду. И в будущем это вам очень сильно поможет. За старания каждому дарят цилиндр. Высокий черный головной убор был любим Пушкиным. Он помогал ему казаться выше. Ростом поэт был невелик. Всего 167 сантиметров. Кавалеры могли в танце как раз-таки поднять шляпу. И опустить, как вы знаете, в танцах. И это очень удобно. По мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, молодое поколение важно с раннего детства знакомить с культурой и традициями нашей многонациональной земли. Прививать положительное отношение к истории Отечества. В регионе стартовал турнир по футболу среди дворовых команд «Лето» с футбольным мячом. 7 и 8 июня он пройдет в разных районах города. В этом году проходит в юбилейный 15-й раз. Победители районных соревнований поборются за победу на городском этапе. Подробности в нашем сюжете. Побороться за победу на поле стадиона «Нефтяник» в Кубышевском районе вышли 10 команд. Среди футболистов только одна девочка – Софья Гайнулина. Но мальчишки поглядывают на нее с опаской. Десятилетняя Софья занимается футболом уже 6,5 лет и делает большие успехи. Ее зовут тренироваться в крыле советов. Софья – вратарь и ее личный рекорд – 15 пойманных мячей. Брат ходил на футбол, и я тоже пошла. Там и хорошие тренера, можно развитие получать, друзей много. Ногами я лучше некоторых вратарей владею, даже которые на год старше меня. Точные передачи у меня – все, техника есть. Для девятилетнего Егора соревнования лета с футбольным мячом – первые в жизни. Футболом он занимается полтора года. И хотя мальчик признает силу соперников, заряжен только на победу. Я немного волнуюсь. Я, в принципе, представляю план в голове, как мне продвинуться до ворот с мячом, или как мне открыться, или как мне встать на добивание. Надеюсь, мы выиграем. Турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» пройдет 7 и 8 июня в разных районах города. В этом году он юбилейный, проходит в 15 раз. С 2019 года проект «Лето с футбольным мячом» вышел на всероссийский уровень. К нему присоединились 73 региона России. Многие родители работают. И очень важно, чтобы дети не просто сидели дома, а они играли. Нам нужно, чтобы они 1 сентября в школу вернулись. Такими же спортивными, задорными. Они во время турниров подзаряжаются энергией. Они находят новых друзей. И мы понимаем, что детская занятость летом – это очень и очень важно. Реализация проекта тесно связана с целями и задачами национальных проектов и способствует развитию спортивной инфраструктуры региона. Ведется постоянный мониторинг спортивных площадок и школьных полей. Благоустраиваются имеющиеся и строятся новые площадки. Увеличивается количество дворовых тренеров. А главное – растет число детей, увлеченных спортом. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется работа по развитию спортивной отрасли, созданию условий для занятий физической культурой и спортом, развитию необходимой для этого инфраструктуры. Совсем недавно прошел турнир «Кожаный мяч». И ребята Гуйбышевского района, а это две команды – школа 55 и дворовая команда «Стошка» – будут представлять уже Самару на областном этапе. Можно сказать, что вроде уже отыгрались, но запал не закончился. Новый футбольный турнир, и мы видим количество ребят сегодня присутствовать на футбольном поле. Победители районных соревнований примут участие в городском, а в случае победы там и в областном турнире дворовых команд «Лето с футбольным мячом». Виктория Шара и Николай Епифанов. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Также соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии, а также о поддержке, которую можно получить со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион. Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки выпустил справочник, в котором собрана информация обо всех выплатах, льготах и пособиях для семей с детьми и дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Самары. Также в справочнике размещены адреса и телефоны учреждений, в которых можно получить помощь. Ознакомиться с информацией и скачать справочник в электронном виде можно по ссылке, которую департамент опубликовал в своем телеграм-канале. Глава Куйбышевского района Алексей Коробков в преддверии Дня социального работника, который традиционно по всей России отмечается 8 июня, приехал поздравить и вручить благодарственные письма работникам социальных служб, трудящихся на территории внутригородского района. Быть хорошим социальным работником довольно непростая задача. Это про безусловную любовь и искреннее желание помочь каждому человеку, который в этом нуждается. Алексей Коробков пожелал всем работникам этой непростой сферы как можно чаще слышать спасибо и чтобы труд всегда был вознагражден таким же добром и возвращался в еще большем размере, сообщает телеграм-канал Куйбышевского района. 8 июня завершается подача заявок на крупнейший молодежный форум «Иволга». Об этом напоминает телеграм-канал Красногринского района. «Иволга» – это новые знакомства, яркие эмоции и возможность получить грант на реализацию своего проекта. Традиционно на Мострюковской поляне соберутся 2000 молодых людей со всей страны. Ушел из жизни первый почетный председатель Самарской губернской думы Леон Ковальский. В 1994 году Леон Ковальский был избран первым председателем Самарской губернской думы. За семь лет руководство парламентом проделало огромную работу по созданию законодательной базы. При нем были приняты основополагающие законы для развития всех сфер жизни губернии. В 2019 году депутатский корпус единогласно избрал его первым почетным председателем Самарской губернской думы. В Совете Федерации Леон Ковальский до 2006 года продолжал представлять и отстаивать интересы региона. Более 10 лет работал в общественной палате Самарской области, выдвигал инициативы, направленные на решение важных вопросов экономического, социального и культурного развития региона. Коллектив телеканала «Самара ГИС» выражает искренние соболезнования родным и близким Леона Иосифовича Ковальского. На этом наш выпуск подошел к концу. Будьте здоровы, всего вам самого доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok